Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире университетский хронограф и с вами я, его ведущая, Алена Слуянова. Всего неделю назад мы радовались первым солнечным дням, праздничным настроению, а уже сейчас весна, кажется, шагает вполне уверенно. Хочется больше времени проводить на природе, на солнышке, но это не повод расслабляться. Поэтому каждый день у студентов наполнен серьезными, важными делами. О некоторых из них мы и расскажем. Сегодня в выпуске. Волонтеры на защите природы. Биометап. Что это? Как правильно распоряжаться финансами? Познакомиться с новым проектом Центра развития молодежных волонтерских программ, проверить свои знания в сфере экологии и многое другое школьники и студенты смогли в Точке кипения ТВГУ. Там был организован квиз Green Education о том, как проходила эта командно-интеллектуальная игра в сюжете Екатерины Шалимовой. Не секрет, что все мы нередко сталкиваемся с последствиями низкой экологической культуры людей, отчего и возникают серьезные проблемы в окружающей среде. Для того, чтобы этого не допускать, как и в каждой проблеме, нужно начинать с себя. Именно для этого Центр развития молодежных волонтерских программ ТВГУ организовал проект в необычном формате, направленный на экологическое просвещение поколения. Школьники и студенты, разделившись на команды, соревновались друг с другом в знаниях экологии, обсуждали последствия потребительского отношения к природе и пути ее защиты. Немало полезного узнали они и о живых символах России. Сама экологическая проблема, она достаточно интересна. И у нас появилась яркая возможность посмотреть, какие, возможно, экологические проблемы сейчас актуальны. И тем более в таком интерактивном формате это еще лучше усваивается. Ребята приходили на квиз с разными целями. Кто-то хотел расширить свой кругозор, кто-то хотел детально познакомиться с экологическим правом. Даже при разной мотивации организаторы и участники убедились в том, что этот проект полезен для общества. Из всех фактов, которые были сказаны, информации, да, много я, наверное, новой получила. Даже касаемо вопроса потребления воды, заканчивая заповедными территориями, какими-то животными, которых сейчас попали в красную книгу, в черную книгу, на самом деле очень интересная информация. А некоторые из участников игры для себя уже определили приоритетное поведение и собственные правила. Наверное, самое главное правило, которого я тоже поддерживаю, это печатать с двух сторон. На листах бумаги, чтобы не расходовать лишнюю бумагу. А также стараться как можно меньше использовать, возможно, бумаги и больше именно в цифровом формате выполнять задания. Ну и третье правило, наверное, будет общее. Это по возможности сортировать мусор, если есть такая возможность. В финале этой познавательной игры были подведены итоги и объявлены победители. А организаторы теперь уверены, что у проекта просматривается интересная перспектива. В марте этого года у нас будет проведено еще три квиза. Один направлен на знакомство с Арктикой и Антарктикой, второй на знакомство с лесами России, и третий про заповедные острова России. Дальше в апреле у нас должен пройти экологический фестиваль, и мы планируем несколько экологических квестов провести. А вместе с участниками этого первого квиза проверили свои знания в экологии и мы, Екатерина Шалимова и Леонид Блохин. Напомню, что у нас давно стали традиционными весенние субботники, когда активисты-защитники природы проводят своеобразную уборку в парках, скверах, местах отдыха. Хорошо бы продолжить это важное дело. Кстати, а с каким словом рифмуется экология? Конечно, это биология. Так вот, на этой же площадке в точке кипения состоялся биометап, встреча студентов биологического факультета с биологами, опытными специалистами, от которых они узнали много полезного для себя. Эта аудитория собрала вместе и опытных практикующих биологов, и их будущих коллег, студентов биологического факультета ТВГУ. Профессионалы знакомили ребят с тонкостями, с самыми различными аспектами своей работы, делились знаниями, которыми владеют специалисты разных направлений. Многое студенты узнали о своей будущей деятельности впервые, от тех, для кого наука-биология стала частью их жизни. Такие мероприятия позволяют узнать студентам, кем они смогут стать в будущем. Также очень важно, что они именно знакомятся с работодателями, которые могут предоставить им вакантные места. Оказалось, что многие аспекты такой увлекательной науки студентам были до сих пор неизвестны. Ведь только практика и повседневный опыт открывают новые пути исследований в этой многогранной области. Биология – это настолько обширная наука, это такая вселенная, что тебя она будет удивлять, сколько ты ей не занимался. Специалисты-биологи рассказали студентам о том, как организуется переподготовка специалистов, повышение квалификации сотрудников. Ребята интересовали вопросу трудоустройства, какие перспективы открываются перед выпускниками биофака. И спикеры подробно рассказали им, как еще до окончания университета они смогут подготовить себя к успешной профессиональной деятельности. Организаторы карьерного клуба планируют регулярно проводить такие встречи для студентов всех факультетов. Это значит, что у ребят появится возможность не только детально знакомиться с особенностями выбранных профессий, но и пробовать себя в деле. А как грамотно, правильно распоряжаться финансовыми ресурсами, планировать свои потребности, избегать ошибок, которые порой дорого обходятся? Вот для того, чтобы помочь студентам и школьникам разбираться в сложных финансово-экономических системах и проводится уже 17-я Всероссийская Олимпиада по финансовой грамотности. Дело в том, что это необходимо не только специалистам-финансистам, а и всем нам в повседневной жизни. О том, как проходил ее региональный этап, в сюжете Даниила Соколова. Жизнь ставит иногда перед нами сложные задачи, которые мы не умеем решать. В их числе, конечно, умение правильно распоряжаться своими средствами, чтобы избежать стихийных трат, переплат, безвыходных ситуаций. Насколько ребята готовы в будущем справляться с возможными проблемами в финансовой сфере? Ответить на эти вопросы и должна была Олимпиада школьников и студентов. Ее участники смогут проверить себя в навыках планирования бюджета и разумных расходов, продемонстрируя свои знания и опыт в сфере экономики и финансов. Все они успешно прошли отборочный тур в формате онлайн и на финальном этапе соревновались между собой уже за призовые места. Олимпиада очень интересная. Во-первых, она дает толчок в дальнейшую жизнь и сейчас проверить свои знания и интересы детей. Мы сейчас свой опыт проверим и будем дальше рассчитывать свои силы уже лучше готовиться, может быть, чтобы как-то добиться лучших результатов. Даже при различиях мотивации организаторы и участники убедились в том, что этот проект полезен и даже необходим. Чтобы правильно распределять свои финансы, повысить качество своей жизни. Проверить, во-первых, свои знания, узнать что-нибудь новое. Организаторы Олимпиады убеждены, что она не пройдет бесследно для ребят. Среди приобретенных навыков особо отмечают личностный рост и компетентность в финансовых вопросах, что обязательно пригодится в будущем. В повседневной жизни, особенно на нынешний момент, да и всегда, в общем-то, финансовая грамотность – это один из залогов вот такого личного успеха. Это залог того, что ты не попадешь в различные неприятные ситуации с финансовой точки зрения. Поэтому финансовая грамотность не зря же, она уже внедряется и в школах, и, соответственно, продолжается в вузах. Поэтому для практической жизни это очень необходимый навык. Немало нового для себя в этой сфере узнали и мы – Даниил Соколов и Алексей Горобий. А сейчас настало время встречи с проректором ТВГУ Натальей Сердитовой, от которой надеемся узнать, что ожидает наше студенчество на будущей неделе. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна. Здравствуйте, Алена. На следующей неделе стартует одно из важнейших событий вузовской жизни – фестиваль «Студенческая весна-2022». И на следующей неделе, 22 марта, 23 и 24 мы с вами увидим концерты физико-технического факультета, исторического факультета и факультета психологии. Все они пройдут в Доме народного творчества по адресу площадь Михаила Тверского, дом 3 и начнутся в 19 часов. И так как все ограничения сняты, мы ждем не только наших артистов, но и большое количество зрителей. 21 и 22 числа в Институте педагогического образования и социальных технологий пройдет тренинг по психологической безопасности. Также нас ждут и спортивные мероприятия. 23 марта в третьем корпусе пройдут соревнования женских команд по футболу в рамках чемпионата Ассоциации спортивных клубов России. Также 25 марта в точке кипения Тверского государственного университета по адресу улица Советская, дом 58, совместно с Комитетом по делам молодежи Тверской области пройдет интенсив по написанию грантовых заявок Гранд Парад. Ну и вообще большое количество мероприятий у нас будет проходить на следующей неделе, о которых вы сможете узнать в новостях на нашем сайте. Приходите. А что готовит нам погода? Прежде чем рассказать о погоде, которая нас ожидает в ближайшие дни, я должна сказать о тех важных событиях, которые проходят, ну так скажем, в метеорологической жизни. Во-первых, 20 марта у нас будет день весеннего равнодействия. Мы с вами знаем, что наступила календарная весна, а теперь наступит и астрономическая. И будем надеяться, что и метеорологическая весна не за горами. А 23 марта весь мир празднует Всемирный метеорологический день. И в этом году девиз, который объявила Всемирная метеорологическая организация на 22 год, раннее предупреждение и ранние действия. Прежде всего, речь идет о том, что мы с вами неоднократно об этом говорили, главное проявление изменения климата – это экстремальные погодные явления. Так вот, сегодня наших телезрителей интересует не только прогноз погоды на ближайшие дни, но и те действия, которые происходят в результате тех или иных неблагоприятных и особо опасных метеорологических явлений. И самое главное здесь – предупредить. И тогда, соответственно, можно предпринять какие-то меры по минимизации рисков и ущербов. Но прогноз погоды, я считаю, замечательный, потому что холодный период в Центральной России заканчивается. В субботу и воскресенье температура воздуха в дневные часы в субботу еще плюс 3 градуса, а в воскресенье уже плюс 7. В ночные же столбики термометров будут опускаться до небольшого минуса. Ветер в северных и северо-западных направлениях, но в субботу совсем не сильные 2 метра в секунду, в воскресенье усилится до 3-4. Атмосферное давление по-прежнему высокое, потому что характер погоды в нашем регионе продолжает определять скандинавский антициклон. 771 миллиметр тутного столба в субботу, в воскресенье опустится до 765. Ну а начало недели не то что возвращает нас в климатическую норму, оно будет апрельским. Температура воздуха в дневные часы плюс 8 градусов, в ночные около нулевой отметки. Ветер продолжает сохранять свое направление. Западное, северо-западное до 5 метров в секунду. Атмосферное давление также выше нормы 767 миллиметров тутного столба. Много солнца и нет осадков. Всем удачи, хорошего настроения. С вами Тверской государственный университет. Спасибо, Наталья Евгеньевна. Вот и все на сегодня. Пусть весеннее настроение не покидает вас. А о самом интересном, что произойдет в ближайшие дни, расскажем через неделю. До встречи!